Здесь реплика прозвучала госпожа Радушная по поводу того, что шоу. Вот шоу устраиваете вы. Если вы так переживаете за город, у вас есть приоритетный вопрос бюджета и у нас, то вы ставите свои вопросы выше вопросов бюджета. И это один момент. Момент второй. Почему вы не хотите рассматривать вопрос, если он не по сути, или если он, допустим, будет изложен некорректно, неправильно. Депутаты проголосуют, потому что так же по этому вопросу вообще наголосуют. И наберется голосовой, все. И Радской Совет примет решение по нему. Но в данном случае, знаете, что вы делаете? В данном случае заступник, который был подран вашей политической силы, систематически, систематически подчеркиваю, и выполняет свои обязанности. Более того, дошел до того, что нужно действовать в ущерб территориальной громаде. Более того, после того, как дал ответ Слипчу, после этого прощается группа депутатов, разберитесь, почему так происходит, для того, чтобы не наносить на сессию Радского Совета. Разберитесь внутри. Ищи ваку, в основном, обязанность, тогда тебя прикрываете по тому же Путину. Так вы, кстати, нам не надо разобраться. Слышишь, не кортись из себя самого умного. Не надо разобраться. Не понял. О, проявился. Вос проявился. Андрей Павлович, у вас будет возможность как раз выступить и доложить по этому поводу. Все, что вы читаете нужно. Вот вы придете, вы станете на сцену, на трибуну, и все расскажите. Все, что вы читаете нужно, вы придете туда. Как потом, пусть пустили, пусть назад не пускают. Пусть пустили, пусть назад не пускают. А тебя же, а тебя. Так, вы же не депутат. Давайте, давайте, не амбратим. А, в первую очередь, согласно статье 59 Прим, заявляю, комплекс интересов. Второй вопрос. Это дает мне право участвовать в обсуждении, но голосовать я по нему, безусловно, не буду. Первое, я обращаюсь к техническому секретаря, то там подпись идет депутат Шведова, у вас рука румата. Значит, с выхода у депутата Бадаева из рука, численно рука четыре человека, соответственно, рука прекращает существование, потому что по регламенту закону рука из пяти человек у нас стоит. Поэтому, по правде, да, по захвативаниях, все, кто уходили в руку, в депутатскую руку. Второй момент. Значит, что, как бы, по сути данного вопроса. Есть обращение депутата Шведова, есть регламент городского совета. Каждый депутат имеет право обратиться к городскому совету со своими обращениями. Что за проект решения? Ну, непонятно. Если мы по каждому обращению будем готовить проект, а то, что кто-то должен выступить, то есть ставится проект решения. На данной информации проекта 268 аналогично. Заходишь и от меня отчет. Да, то же самое. Проект 28 заходит на сессию. Вот Ратушная, Л.Н. Сергеевна. А что вы не комментируете, как секретарь Росполсовета, данный проект? Почему? Так же самое, только что вы сказали. Любой депутат может сегодня подать, и проект мы этот будем разглядать. А что вы не оппонируете вот этим решением? Во-первых, проект 28, который был угодным депутатам как проект. И сделаны на это право. Что касается проекта 27, здесь депутат Шведова подал в обращение. Так есть, остался проект. Есть проект, есть речь. Вы не читали? Да я готов давать пояснице. Нет, мы говорим, что здесь нет, а то, что подает бывший оппозиционный блок из бывших. Да, значит, все проекты должны решаться. Уважаемый, бывший оппозиционный блок это вы, Сергей Иванович. Уважаемый Николай Иванович, а я и не был никогда оппозиционным блоком. Я был избранный вместе с вами. Потому что вместе с вами, да. Но не оппозиционный был. Не оппозиционный был. И давайте говорить. Я был избран людьми в составе оппозиционного блока. От какой политической силы? От оппозиционного блока. Я не скрываю. Уважаемый Николай Иванович, давайте я еще раз ставлю на голосование и начинаем работу в сессии. Не вопрос, если не голосуем за пункт, да, если нет, не устраивает вас фармулировка по этому пункту. Давайте сменим. Мы же не против, давайте откроемся, как он, как он, как он, как он. Вы вообще про это решение. Как говорите нам, зомбыр, я же этого, здрасте вас. Скажи, расскажите, как вы хотите, чтобы вас фармулировать для вас коррекцию. А, вы вообще его не хотите разбираться, правильно? Давайте вы его не видели, Виталий. Давайте уберем. Давайте уберем. Вам не нравится. Проблема не опояснив, брать-то решение вы рыбачите. Нема пытайся. Давайте сделаем пинши. Давайте поменяем решение. Просто слухов. Не вопрос, давайте заслушать. Одного и второго. И я думаю, что он сейчас урезно рассказал. И господин Якимчук, что он хотел с места только что рассказать, расскажет. И все. Что продлется? Хотите так? Давайте так. А почему депутаты не хотят заслушать действительно? А мы следовать. Почему не хотят заслушать то, что действительно факт состоялся, факт есть? Что скрывает депутата? Почему не хотят заслушать? Следствие же идет. Илья Реванч, дойдет следствие. Занимайтесь в суд. О чем вы говорите? Что следствие? Как это вы говорите? А куда спояснение? Вот следствие он и даст пояснению. А следствие сделает вывод. Да. Давайте подменяйте. Пожалуйста. Насколько мне известно, возбуждено уголовное дело. Идет следствие также по фактам в отношении вас по незаконному увольнению начальника отдела образования. Может быть мы тоже ваше пояснение заслушаем? И такой проект решения... Когда меня вызовут следствие, я пока даже не знаю, о чем вы говорите, уважаемая Елена Срединевна. Я даже не знаю, о чем вы сейчас говорите. Может у вас что-то надумано в голове, а мы оттуда знаем, что в вашей голове. Так может и у вас что-то надумано. И откуда вы сейчас берете то же самое, полупадное. Уважаемый человек, время идет, я последний раз ставлю на голосование. Если они не решаются, я готов внести пропозицию. То есть давайте все реализируем. Про заслуховывание... Так до сессии надо решать еще вопросы. Готовить сессию надо. Давайте провозим. Про заслуховывание, Щелакова, Никим Чукала, относительно вопросов ответа по непосредственным... Если нужно бюджет, так сказать, то в Порошенко... Давайте в такой формулировке. Давайте провозим. Про заслуховывание, все равно... Голосует. Принимается или нет? Бюджет только. Голосует. Их на цикл и на цикл и на цикл. Не хотите... Конечно. Уважаемый депутат. Чанунник будет... Чанунник будет так. Давайте запорядок дннн, а потом щет. Как мы будем запорядок дннн? Порядок дннн, целом... Какие заросходы на Розбитцессию? Ставится на лосуывание. Без 27-го проекта, да? Без 28-го. Вот так. Так я нас уже раз. Смотрите, в этом проект он все равно к нему вернемся к 27-му проекту. Видишь детали? Целон. Еще два. Не убедили. Уважаемые депутаты, я заположил, мы начинаем работать. Давайте, мы не можем когда-то бесконечности голосовать. Проголосуем за бюджет еще. Да, точно. Давайте, депутат, политический сел, одной фракции, другой, третий, выслушаем и начинаем работать сессии. Пожалуйста. Депутат, следую. Пожалуйста, предложение депутата. Мне нравится проект, хотя они пославщиков просят проект. Я предлагаю, если не проект, то хотя бы заслушать и дать оценку. Вопросов нет. То есть заслушать Северного Совета и заслушать заступника городского главы Ясимчука по вопросу ситуации, которая сложилась с Богатарем, по вопросу, который сложился с подъемом ДПС. Пускай они свою позицию выскажут. И это будет правильно. И тогда уже по факту городской совет, городской совет, для себя каждый примет их позицию. Либо убедительная, либо неубедительная. Поэтому прошу заслушать в таком случае. Если не хотят проект, значит заслушать Челокова Ясимчука. Шановные депутаты, ставьте на голосование. Приложение от депутата Шведова заслухать. Секретаря Минской Рады, зампреда по УЖКХ Ясимчука, Дарья Павловича. Подогласка, ставьте на голосование. За слухом данном пытании. Подогласка, голосуем. Продолжение следует... 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 на финансовую поддержку цифр организаций. Финансование будет здесь не задействовано учительного законодательства, в том числе бюджетного. У меня как раз по этому вопрос большой. Я думаю, что из местного бюджета не получили ничего оточненькие. Может какие-то другие организации, которые тоже заработают в городе Лесчанки, совершают очень хорошие программы, но при этом организация ветерана Чернобыля миссия Лесчанка, я вижу сейчас проект от Харчева номер 28, я так понимаю, который жалуется на совместителя городского головы. То есть я считаю эту ситуацию, ну, своего рода подкупом партии в грамматской организации. То есть организации, которые лояльны, а потом они выполняют какие-то спецполитические заказы. Почему? Потому что другие организации, которые обращались, не смогли получить эту поддержку. Поэтому наша фракция будет воздерживаться от принятия данного бюджета. Так как считаем, что это действительно настоящий подкуп, учитывая этот проект. Спасибо. Юлия Анатольевна. Ну, проект формировался не с политической точки зрения, а с социальной. И когда формировался проект, то учитывались программы, наявность программ социального захисту. Это комплексная программа социального захисту населення, это комплексная программа Чернобыльцев, это программа по захисту осіб с обмеженными возможностями, есть комплексная программа по захисту АТОшников. И там есть также заходы, какие предпочены про бюджет, в том числе... Уважаемые депутаты, Юлия Квардинаевна, я серьезно прошу всех проголосовать за бюджет. У нас будет с вами январь, будет февраль месяц, где будет расходил кости. Мы можем еще раз пересмотреть, данные организации были наданы доработки и доработать до той сессии, чтобы можно было вынести те предложения, которые у них есть. Сегодня нужно принять бюджет, потому что мы должны его принять на этой сессии, до 25-го числа. Сегодня была коллегия в угол администрации, приложили всем местным ранам, приняли бюджет. Поэтому я вас бедителем прошу, всех депутатов, отнести. Потому что за нами, за депутатами, стоят наши жители города Весчанска. Поэтому давайте проголосуем за бюджет, а в последствии, когда будет расходил бюджет, и когда вы сами будем рассматривать вопросы по каждой организации. Спасибо. Пожалуйста, Ихарманов. Смотрите, мы очередной раз принимаем потребительский бюджет. То есть бюджет города, в котором не заложен экономический рост города. Вообще складывается впечатление, что наш город не имеет никакой среди развития. К сожалению, это так, это объективно. Какое будущее у города? У нас каждый год, вот, отчитывается, что идет выполнение бюджета, даже с небольшим перевыполнением. За счет чего это происходит? Исключительно за счет того, что идет планомерный рост заработных плат. Но не за счет того, что идет рост ВВП именно внутри городской громады. А социальные потребности каждый год растут. Более того, то, что даже мы принимаем в этом бюджете к концу года, затратная часть будет гораздо больше, учитывая инфляционные процессы, учитывая обесценивание и национальной валюты, и обнищание как жителей этой страны, так и нашего города. Понимаете, как вы на комиссии некоторые депутаты пытались там обвинить отдельных депутатов. Скажите, скажите, у кого забрать, чтобы дать эту дату? Ну, это как бы неправильный подход. К бюджету нужно относиться, ну, в принципе, знаете как, любой бюджет, он по своей сути идентичный. Будь это бюджет семьи, будь это бюджет громады, будь это бюджет государства, он, в принципе, идентичный. Можно рассмотреть банально вот такую даже ситуацию. Семейный бюджет, обычной семьи, где работают, допустим, двое родителей, и один из родителей вдруг теряет рабочее место. Как поступает в такую ситуацию семья? Ну, наверное, первую очередную, то есть бюджет заставляет статьи дохода, в данном случае заработная плата в другой стороне статьи расход. Как в такой ситуации поступает семья? Смотрит такие статии жизненно необходимые, без которых нельзя прожить. Затем смотрит, как сделать такие затраты, чтобы бюджет чем-то пополнился, возможно, поиски обратного или еще что-нибудь. И уже только после этого гасит те статьи, которые оставшиеся, пропорциональны. Точно так же должны подходить к рассмотрению любого бюджета. Можно я это скажу, пожалуйста? Я думаю, разбираться, получать бюджет, розвитку и бюджет. Семейный бюджет можно? Да, пожалуйста. Я много времени не заметил. При рассмотрении любого бюджета нужно действительно смотреть на те статьи, которые жизненно необходимы, в том числе для нашей городской громады. Затем собрать все потребности, которые существуют в городе. А это, извините, и освещение улиц, по которым также ходят и учителя, и зрители, и медработники. Это абсолютно все на парте, которые предусмотрены законодательством, как и медикам, как и учителям. Это так же и компенсация проезда социальной группы, которая на это имеет право. И когда мы соберем все, мы будем видеть какой-то бюджет. И дальше будем уже смотреть, какие статьи все-таки жизненно необходимы, какие мы можем рассмотреть пропорционально в этом году, а какие стоит отложить на следующий год. Но однозначно нужно закладывать какие-то статьи на развитие города. Не только за счет бюджета развития. Поскольку бюджет развития, он, сами понимаете, недостаточный для того, чтобы и ремонтировать дороги, и сделать освещение, создавать рабочие места. Поэтому, значит, какую-то долю нужно закладывать в общем бюджете города. Но это мое мнение. Может быть оно субъективно, но тем не менее оно такое. Прошу моим словам прислушиваться. И более того, хочу заметить еще один факт, скажу. В этом году группа аналитиков проводила обследование развития демографического и социального развития ряда городов. Я интересовался у одного из экспертов, какая участь ждет наш город. В принципе, это такая поверхностная была аналитика. Так вот, согласно нашей демографической и экономической ситуации, также социальной, город Бесичанск перестанет существовать как населенный пункт в начале 61 год. Мне печально было слышать эти слова. Естественно, это поверхностно, поскольку ситуация может развиваться в разных направлениях. Я надеюсь, все-таки будет восстановлен как демографический равновесие, так и экономический рост будет восстановлен. Но для этого он бы задумался здесь и сейчас. Я хотела бы дать комментарий по заседанию бюджетной комиссии, совместного заседания комиссии, на котором этот вопрос рассматривался, в частности, ответить депутату Романову. Депутат Романов, я обращаю еще раз ваше внимание. Я каждый раз обращаю, но, возможно, может быть, недопонимаете. Мы сейчас рассматриваем бюджет 2019 года. Общий фонд не бюджет развития. Бюджет развития мы будем рассматривать после утверждения итогов 2018 года. Это первая позиция. Вторая позиция. В частности, из членов бюджетной комиссии по этому проекту решения воздержались депутат Романов и депутат Куриная. Это то, что касается членов моей комиссии, за которую я могу говорить сейчас. В частности, также присутствовали члены, было совместное заседание всех комиссий, были предложения к проекту бюджета от депутата Шведова, и была попытка предложения к проекту бюджета от депутата Куриной. Что предлагали эти депутаты? И что мы, в принципе, ставили на голосование? Депутат Шведов предлагал провести, уменьшить надбавку, которая является составляющей части заработной платы педагогических работников, уменьшить ее до 5%, и сэкономленные средства отправить, ну, скажем, он затруднился туда отправить, ну, скажем, в общий фонд, будем так считать. А также депутат Шведова предлагал провести оптимизацию учебных заведений с 1 сентября, ну, скажем, мы понимаем под оптимизацией уменьшения учебных заведений города, в частности школ. Поэтому эти предложения депутата Шведова были поставлены на голосование, но не поддержали поддержки, не получили поддержки, ну, скажем так, абсолютного большинства членов комиссии. Что касается депутата Куринова, она также выступала с предложением, она предлагала точно так же провести оптимизацию учебных заведений города и уменьшить надбавку к педагогическим работникам. И за счет сэкономленных средств она предлагала провести текущие ремонты дорог. Я обращаю внимание еще раз депутата, мы сейчас рассматриваем бюджет 2019 года, не бюджет развития. Общий фонд, капитальные инвестиции, капитальные улучшения мы будем рассматривать после утверждения итогов 2018 года. Правильно? Ну да, я говорю, напомню, бюджет формируется исходя из бюджетного кодекса, из нормы бюджетного кодекса, податкового кодекса. Постановка обмена про основные прогнозы показники враховывается. И бюджетным кодексом визначены те податки, которые належат к війському бюджету, те повноважения, которые должны сделать из військового бюджета. У нас загальний фонд больше 90% это захищение статей податков. При этом мы смогли, скажем так, сформулировать ресурс, который, возможно, будет как в якости передачи этого специального фонда, направить в том числе на капитальные податки. Поэтому инвестиции как раз это про это. Хорошо. Спасибо огромное. Денисе Сергеевне. Поскольку она о шоу рассказывала, у нее всегда шоу получилась молодец. И спасибо за рекламную презентацию. Теперь я просто внесу ряд корректив ее реплики. Потому что, как всегда, с свойствами зрения, она искажает сознательно и вводит депутатов в общественность в заблуждение. Мною действительно было внесено предложение. Конкретное. Пересмотреть надбавки. В какой части их пересмотреть? В части уменьшения, потому что, получается, у нас руководящий состав. Я понимаю, что по действующему законодательству можно поставить не максимальную ставку. Но надо сбалансировать, я говорю. Дословно говорю. Сбалансировать. Когда эти надбавки будут распределены таким образом, когда молодые специалисты получат максимальную надбавку, а руководители и все остальные, которые злоупотребляют надбавками, чуть поменьше. И вот таким образом у нас сбалансируется. Эти составляющие получится намного меньше. За счет этого будет деньги сэкономлено. Теперь распределены правильно. Это один момент. Момент второй. Куда эти деньги не потратить? Куда эти деньги не потратить? У нас есть точно также другие направления. Потому что я полностью согласен с Сапениной, которая говорит, что у нас 90% защищенные статьи. Так вот бюджет должен формироваться. Не так, как вы Романов рассказываете. Мы все рассказали, а вы потом несете когда-нибудь, может быть. Нет. Защищенные статьи сформировали. Вот эта сумма необходима. У нас дополнительно остается вот эта сумма. Предлагаем ее распределить. Депутаты какие предложения. Вот это будет правильно. И бюджет развития, и загальные фонды, и все остальное. У нас есть и медицина, у которой и все остальное. И я вам скажу, что у педагогов ситуация, ну, у медиков ситуация хуже будет, чем у педагогов. Но медики при этом что-то не кричат у нас. Почему? Потому что на сегодняшний день, короче, задача стоит четкая. Тянуть по максимуму, вытягивать за уши педагогов, потому что это ваше крыло, которое должно вас поддерживать. Всего лишь там за политическая игра. То, что касается непосредственно организаций. И у меня вопрос к соперям. Вот вы говорите, там есть комплексные целевые программы по социальному захисту, соответствующей категории инвалидов, чернопольцев там и так далее. Кем разработаны эти программы? Месткую радую. Месткую радую. Не ароматские организации, а Месткую радую. Через кого они реализовываются? Через УТСЗР. Потому что есть профильный орган. То есть управление труда и социального захиста вместилось участие. Это тоже орган Горостового Совета. И не надо в обмену понятий делать. А деньги, которые выделяются на ароматские организации, это та же самая форма подкупа, как сказала Курюнная абсолютно правильно. У нас, я вносил тоже замечание, о котором мы не сказали, я вам напоминаю на комиссии. Что там порядка, там у нас 550 тысяч, по-моему, 545 тысяч. Вот. Из них можно 400 сэкономик, которых всегда в бюджете не хватает. 400 тысяч уходит на органатские организации. Непонятного толка. Вот.